Образование беженцев находится в кризисе. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, почти половина детей вынужденных переселенцев не ходят в школу, а число их в мире продолжает расти. Эмир Дубая Мохаммед Ибн Рашид выступил с инициативой цифровой школы, призванной изменить ситуацию. Она предполагает предоставление школьного образования миллиону беженцев и обездоленных детей на протяжении пяти следующих лет. Цифровая школа — это гуманитарная инициатива Его Высочества, шейха Мохаммеда Ибн Рашида Аль Мактума, направленная на предоставление школьного образования людям, оставшимся за бортом жизни в результате пандемии или даже до нее. Это можно сделать с помощью цифровых технологий, которые теперь у нас появились, а во время пандемии показали во многих странах, что они могут заменить обычные формы обучения. Но никто до сих пор не задавался вопросом, что делать с беженцами, которые никогда не ходили в школу, или с перемещенными лицами, оказавшимися в сельской местности, где трудно организовать школьное обучение. Мы хорошо изучили эту проблему и пришли к выводу, что в некоторых местах гораздо проще организовать цифровое обучение с помощью телевизионных каналов, которое позволит прежде всего поднять уровень грамотности у большого числа людей. А на следующем этапе те люди, научившись пользоваться такими приспособлениями, смогут перейти в цифровую школу. Пилотный вариант цифровой школы был запущен в 2020 году, а первый этап его официальной версии в этом году сразу в пяти странах — Египте, Ираке, Иордании, Колумбии и Мавритании. В этом году программа охватывает 20 тысяч учеников. Специальную подготовку также в этом году пройдут 500 учителей, так как ожидается, что в следующие пять лет программой будут охвачены миллион учеников. Мы приступаем к организационной работе с налаживанием контакта с местными властями и правительствами каждой из стран. Разбираемся с местностью, отбираем учеников, оцениваем логистику каждого из мест, их готовность к созданию центра цифрового обучения. Начинаем мы с подготовки учителей-методистов, обучаемых организацией процесса удаленного обучения и связанным с ним новым образовательным нормам. Пока результаты очень обнадеживающие. Ученики проявляют большой интерес, а учителя активно записываются на курсы повышения квалификации. Соглашения с правительствами и общественными организациями помогли решить ряд проблем, в частности, с подключением к интернету. Сейчас местные провайдеры предоставляют его бесплатно. Согласно последним данным, у ВКБ ООН в мире насчитывается 84 миллиона перемещенных лиц и 26 миллионов 600 тысяч беженцев. Это исторический рекорд. Почти половина из них моложе 18 лет. Добавьте к этому украинскую ситуацию, и количество беженцев в мире легко превысит 30 миллионов. Цифровая школа приспосабливается к специфике каждой конкретной страны и ее школьной программы. Учебные материалы готовятся при участии учителей и методистов. Скорость изучения материала будут определять сами обучаемые. Обучение даст им необходимые для будущего знания и умения. Оно позволит им не выпасть из образовательной системы. Научившись пользоваться компьютером, они почувствуют себя частью большой общности людей, а также то, что эта общность заботится о них. Созданный Эмиратами лагерь для сирийских беженцев в Иордании участвовал в пилотном проекте, запущенном два года назад. Тогда в нем участвовали 60 учеников, а сейчас здесь учатся 750 человек. Мне привели здесь ответственность и инициативность. Конечно, счастье можно обрести только постоянно развиваясь, ища что-то новое и полезное в том учебном материале, которым я пользуюсь при преподавании. Он помогает ученикам, делает их сильнее на каждой новой стадии обучения. Аттестаты, которые выдает цифровая школа, признаются во всем мире. С ними можно будет поступать в высшие учебные заведения. Доступ к образованию и развитию может совершенно изменить жизнь человека. Цифровая школа, будучи инициативой глобального масштаба, дарит надежду на лучшее будущее детям и их семьям. Редактор субтитров А.Семкин